Доброго времени суток. Добро пожаловать на канал Перманцер. И это новое видео по игре Лунар 2. Приятного просмотра. В предыдущей серии мы, получается, пришли в Зулан. Вроде как Зулан называется. Да, Зулан. Пришли в Зулан и спасли... Ну, деревню от... Не знаю, как снежного шторма там, я не знаю. Спасли дочку вождя, не вождя, мэра, короче, этого города. Да и всё, по сути. Ну, я так понимаю, дальше можно спокойненько идти. Постойте, подождите. Я хочу вместе с вами идти. Ты что? Я не могу ждать, пока мой дорогой принц найдёт меня и увезёт с собой на Белом Драконе. Я хочу найти его первый. Вот почему я поеду с вами. Ну, может, вы не хотите путешествовать с такой прекрасной женщиной, как я? Мария, остановись. Мария, остановись. Тебе не надо... Ой, тебе надо всё обдумать. Я уже всё обдумал и уже принял решение. Если вы не возьмёте меня с собой, то я пойду одна. Тяжёлый случай. Вот так, маленькая. Разве ты не хочешь играть с твоим дедом? Давай с тобой сыграем в игру. Пикабу. Ну, я всегда плохо в неё играл. Ты не знаешь, почему Беби плачет, Мария? Она знает, что её мама уезжает, а она этого совсем не хочет. Иди к своему ребёнку, Мария. Возьми её к себе на руки. Давай, Мария, я прошу тебя остаться. Хорошо. Ну, ладно. Походу, в себя приходит. Ну вот, и ребёнок вроде успокоился. Ну и хорошо. Это маленькая улыбчивая личика и этот голос. Ты помнишь, Мария? Нет, я не помню. Нет, я до сих пор верю... Ой, до сих пор не верю, что ребёнок мой. Но я не буду против заботиться об этой малышке, пока её настоящая мать... Чего? Ладно. Я уже не исправлю, я уже проматывал тот диалог. Когда эта малышка улыбнулась, то моё сердце растаяло. И это здорово. Чем больше Мария будет со своим ребёнком, тем больше у неё шансов вспомнить. Я надеюсь, ты прав, Хиро. Давайте убираться отсюда, пока Мария не изменила решение. Пошли. Так, ну что. Покидаем это место. Здесь мы вроде всё сделали. Уходим. Да что ты, ну. Лесенка, отпусти. Ну неужели? Лесенка нас отпустила. Так, ну выходим отсюда. Спуск у нас, по-моему, с левой стороны был. То бишь, сюда спускаемся. И уходим здесь. Так, ну вот мы и покинули Зуан. Хотя, стоп. А там точно нет никого, кто, типа, мог бы нам какую-нибудь фигню выдать, типа, вот такой штуки. Блин. Пойти по-быстрому пробежаться, глянуть. Давайте посмотрим. Поболтаем заодно. Эй, если вы пройдёте здесь, то выйдете на дорогу к Мирибии. Вы разве не рады, что все ваши друзья с вами? Наверное, грустно путешествовать совсем одному. Да, это так. Нет ничего лучше, чем быть в компании друзей. Люсия. Так, детки, вы убили чудовища. Похоже, что вы не такие тупые, как я думал. А знаете что? Мне, вообще-то, начинает он нравиться. Да о чем вы вообще говорите, если это же Зверский Мороз? Поверьте, это не так холодно. Вот когда вы... И он отмерзает. Не долетел до земли. Я бы никогда не хотел жить там, где люди очаровываются мелкой измразью. Я вообще не понял, о чем речь идёт. Раньше снег приносил мне много радости, но теперь я устал. Все говорят, что снег был просто ужасным. Но почему они так думают? Они, наверное, просто завидуют, что я лучше строю снеговиков, чем кто угодно в деревне. Вряд ли. Все мне говорили, что вы это сделали, но я хотел сам вас спросить. Вы те самые, кто остановил это ничтожество, так ведь? Да? Хорошо, у меня нет... У меня ещё вопросы. Вы те самые феи, приносящие весну во всём мире? Ах, ты говоришь такие смешные вещи, малыш. Да, правда, мы феи весны. Да-да, конечно-конечно. Вы убили монстра? О, спасибо вам большое за спасение нашей деревни. Это от страшной смерти. Но вы, конечно, спасли не только нас, но вы спасли каждый живой организм в этих горах. Птевиц, пчёл, цветы, деревья, они все выживут благодаря вашему героизму. Я рад за них. Погода ещё не по сезону холодная, но, по крайней мере, уже теплее. Я могу вспахивать свои поля. Спасибо, что спасли нас от очень мучительной смерти. Да было бы за что. Спасибо, что убили это чудовище. Теперь я могу вложить всё в своё время и деньги в рыбное мороженое. А вы не сняли скальп со зверя после того, как убили его. Не так ли? Споря, что многие люди заплатили бы большие деньги за сувенеры, за этого чудовища. Ой, извините, но мы больше были озабочены спасением нашей... Небольшой проруби. Вашей небольшой проруби. Понятно. Теперь, когда вы вернулись с невредимыми, интересно, я могу перестать охранять? А может быть, мне нужно остаться здесь, пока мы не будем уверены, что там нет монстров? Думай, сама дело твоё. Так, здесь у нас нет ничего. Пойдёмте по дорожке небольшой прогулямся. Здесь мы со всеми поболтали. Сундук вижу. Спасибо, что спасли Марию. Никто в деревне не был так храбор сделать это. Я просто хочу, чтобы она нас вспомнила. Она зовёт нас кучкой невесты и не играть с нами. Марию мне нравилось больше, когда не обзывалась. Так, мне кажется, или я вижу там всё-таки сундук? Действительно. Блин, по-моему, это действительно сундук. Так, как бы туда... Как бы туда проникнуть-то? Так, во. Да, это сундук. Нарех получен. Прекрасно. Значит, не показалось. Так. Посмотрите на небо. Посмотрите, снегопад окончился. Закончился, скорее. А это значит монстр мёртв. Не то, чтобы очень быстро. Если бы надо было подмести ещё снег, моя спина сломалась бы. Я бы самостоятельно советовал вам не подметать добровольно снег, кстати. Окей, окей. Спасибо большое. Когда ты убил чудовища, ты прекратил этот снегопад. Моей жене стало гораздо лучше с тех пор. Как потеплело. Не верю, как я чуть не потерял её. Теперь, когда бой закончился, я начинаю, наконец, чувствовать себя лучше и даже душуносом. Мой бедный муж может немного отдохнуть. Он заботился во мне, пока я болела. Что я сделала? Что заслужило такого мужчину? Не того, кому отдала свою любовь. Здесь так тепло, что я начинаю потеть. У меня нет шорт Люсия. Ты не могла бы одолжить? Ё-моё, что вы несёте? Ладно, неважно. Так. Ну, походу, нам здесь никто ничего не выдаст. Большое вам спасибо за то, что убили монстра. Жаль, что вы не пришли в деревню раньше. Если бы... То мой друг не потерял бы жизнь. А у моего сына был бы отец. А у его сына был бы отец. Я решил растить его сына, как моего родного. Это будет непросто. Но я не теряю надежду. Кроме того, я знаю, что чистая душа моего друга смотрит на меня с голубой звезды. А мне было так весело в снегу. Но я знал, что когда-нибудь это кончится. В этом году было много снега, и я помогал подметать его. Ну, скорее убирать его, но ладно. Если бы я знал, что случится, я бы не хотел сначала столько много снега. Так, это мы с тобой сейчас разговаривали? А, нет. Эй, посмотрите на небо. Вы видите голубую звезду? Знаете? Что? А, знаете что? Мой папа там. Он все время на меня смотрит, так что я должен быть хорошим. Или он отшляпает меня. Я не знаю, слышит ли он меня там наверху. Но каждый день с ним здороваюсь на всякий случай. Когда просыпаюсь, говорю, доброе утро, папа. И ложусь спать. Говорю, спокойной ночи. Так, ну и... Что? Мы можем победить этого монстра в горах? Я поражен. Это прекрасно. Зулан теперь снова сияющая деревня. Благодаря вам. Так, ну, короче, я понял. Здесь нам ничего не выдадут такого. Поэтому уходим спокойненько отсюда. И забываем. Про это место. Так, дальше нас ждет Мерибия, да? По-моему. Так, это у нас что за место? Ну, это явно не Мерибия, ведь так? Мы у основания пика Табана. Если вы этого не знали, то теперь знайте. Вейн, недалеко отсюда. Давайте пробежим оставшийся путь. Я уже не могу ждать. Попасть домой. Держись, Люмина. Ты ни о чем не забываешь. Нам все еще нужно поговорить с мастером Луном. Мы не можем идти в Вейн. Мерибия так близко отсюда, а Вейн так близко. Ой, так далеко отсюда, а Вейн так близко. Прекрасно. Как только ты закончишь с Луном, мы и пойдем в Вейн. Вот так. Так, ну, я так понял, здесь как раз-таки дорожка в Вейн. Ну, окей. Запомним. Так, прогульнемся сюда. Здесь, типа... Ага, понятно. Подъем наверх. Вижу сундук. Камешек. Сразу подниму. А то вдруг потом забуду. Хотя его заметно. Ну, да ладно. Лучше уж собрать сразу. Я думаю. Так, ладно, уходим отсюда. Здесь нам пока делать нечего. Так, получается Мерибия, да? Это Мерибия ведь. Помню что-то, связанное с мастером Луном, но не помню вообще, кто он, что он и к чему он. Это Мерибия, город... Это Мерибия, городом правит господин Лун. Сенсей Кулака Глоба Уракона. Лун поставил здесь доджо. И многие люди записались, чтобы постичь путь Кулака. Ясненько. Уф, теперь когда я вымыла посуду после ланча, пора начинать делать обед. Нужно сделать много еды для всех учеников доджо Мастера Луна. Но я не против приготовить столько еды. Только одну работу я ненавижу. И что за... Стирка, тебе-то... Тебе-то бы точно понравилось стирать грязное белье 30 мужиков. Ясно, понятно. Заезжайте в порт Мерибия. Мы горды, что Мастер Лун правитель на наш правитель и защитник. Вы выбрали лучшее время для визита в Мерибию, так как Лун сейчас на своем доджо. Мы должны вообще-то снять этот разыскивается. Когда Мастер Лун вернется, ни один преступник не войдет в город. Понятненько. Так, сразу используем. Ты, наверное, первый раз в Мерибии. Это понятно, потому что ты пялишься на все подряд. Здесь есть на что посмотреть. Ведь Мерибия крупнейший город в мире. Нет ничего, чего бы не было в этом городе. Если знаешь, куда нужно... Если знаешь, куда смотреть. Хе-хе. Я так вот... Я так все время пою про себя. Мерибия, место где жить. Мерибия, место где быть. Понятненько. Вы проездом в Мерибии? Ну так вы не перейдете Пиктабана. Шайка бандитов устроила где-то там убежище. Плюс ко всему, они перегородили дороги. Торговцы не могут попасть в Мерибию. Запасы соленых кактусов с лияна очень низки. Очень низки. Только их моя бабушка ест и не жалуется постоянно. У тебя не получится достать хоть один. Я заплачу сколько угодно. Сейчас вряд ли получится, потому что... Ну, я не дойду туда уже, наверное. Так, ладно. Здравствуйте, добро пожаловать в лучший оружейный магазин. Могу я вам чем-то помочь? Конечно. Меч негодяя. Чтобы нанести больше вреда. Но у нас магическая защита упадет. Но зато вырастет сила. Возьмем, конечно. Конечно. Платиновый веер. Конечно, возьмем. Вообще без вопросов. Даже задавать вопросы не буду. Отлично. Так, продаем тогда. Себе блинный меч. И режущий веер. А это что у нас? Железное оружие. Стоп. У нас что? А, вспомнил, почему у нас железное оружие торчит. Отдельно. Так, напялить мы его никому не можем, да. По-любому. Ладно, окей. Пускай пока поваляется. Может быть, как-нибудь я его толкну кому-нибудь. Если он мне мешаться будет. Мастер Лун взят на четвертую роль, как один из четырех героев... А, взят на главную роль, как один из четырех героев выбрал фены. В Мирибии есть и такие, кто считает, что Мастер Лун не все делает, чтобы считаться героем. Но именно благодаря его присутствию в Мирибии мы живем мирно. И за это он является героем для меня. Логично. Люди стекаются в Мирибии со всего континента, чтобы попасть в доджо Мастера Луна. Наши порты, отели и таверны полны столькими людьми, сколько я и не видела. Может быть, мне стоит начать мое дело? Как насчет магазина сувениров Луна? Да ё-моё, ну открывайте, пожалуйста. Наверное, я думаю, смысла в этом много довольно-таки будет. Как мне кажется. Ну ладно. Мы рады, чтобы решили сегодня зайти в магазин. Вы ищете что-то определенное? Возможно. На два всего. За 1920. Платиновые шпильки. Это точно покупается две штуки. Платиновые рукавицы на пять поднимают всего защиту. Где-то на пять. Ну, нет, не где-то. На пять. В любом случае. Ладно. Закупаемся по максимуму, как обычно. Как и везде. Денег у нас достаточно, поэтому... ...можем себе позволить, так сказать. Что, я серьезно? На, ясно. Так, рукавица, шпилька. Рукавица, шпилька. Почему рукавица-то, если это не совсем рукавицу? Эх, ладно, не буду, не буду даже пытаться понять, что к чему. Так, продаем, продаем, продаем. И серебряные шпильки тоже продаем. Так, здесь мы закупились. Спасибо, было очень приятно вам помочь. Пожалуйста, заходите еще, еще и еще. Понятно. Хорошо. Буду иметь в виду. Так, здесь что-нибудь есть? Заходите к Рамосу, смотрите, сколько понадобится, и обращайтесь ко мне за помощью. Илюмина, ты пришла сюда вместе с Рамосом? Он работал дни и ночи, чтобы работал этот магазин. Он сказал, что не успокоится, пока не устроит количество заработанных денег. А? С чего бы это? Мне надо думать об их количестве. А кто такой Рамос? Как вчера ночью услышал крики в магазине детей за стены. Я так боюсь, что не смогу даже дойти сам до ванны ночью. Кажется, я начинаю вспоминать что-то к чему. Моя семья работала в магазине Рамоса поколениями. Этот магазин был традицией и историей. Ходят слухи, что дракона однажды здесь покупал. Рамос серьезно работал, и он всегда ищет новых возможностей развить бизнес. Но у меня ничего не срабатывает. Уже недолго осталось, и его заставят закрыться. Я знаю, ты уже устал слышать мои извинения. Джуниор, можно я еще раз скажу, как я сожалею? Это из-за моей глупости, тебе пришлось тяжело работать. Привет, дедуля. Это дедушка Рамоса. Он был пьяницей. Жил жуликоватым Жигало во времена молодости. Ну, вроде Ранфары. Короче, из-за него... Короче, из-за него-то магазин Рамоса почти разорен. Кто такой Рамос вообще? Мы ж по сути даже не знаем, кто такой Рамос. А, вот он Рамос. Заходите к Рамосу, я Рамос, хозяин. Давай пожаловать к нам с вашим делом. Привет, Рамос. Как твой маленький бизнес поживает? Уже есть прибыль? Да, не очень ли, Мина? Меребия в упадке, а будущее сложно представить. Понятненько. Интересно. Я вообще понятия не имел, кто такой Рамос. Я вообще первый раз, скажем так, вижу. Так, здесь дверки какие-нибудь есть? Нет. Сундучки имеются? Я бы сундучки пооткрывал бы какие-нибудь. А это не сундучок разве? Текстурку похожа просто немножко. Но здесь нет ничего, поэтому уходим. Ну, поначалу сейчас осмотрим город, а потом пойдем в додзер. О, вижу сундук. Вижу сундук, собираю. Вообще без вопросов. Так, здесь больше ничего нет, пойдем по домам. Так. Что вы здесь делаете? Мне не нужно ничего из того, что вы продаете. И вы не продавец, тогда почему бы сначала не постучать? Правда-правда. Каждый раз, когда я поворачиваюсь, то кто-то у моей двери просит дары для избранных. Или пытается продать мне бесполезных лам, которые должны улучшить мою жизнь. Знаете, чем больше становится город, тем больше психов лезет из древесины. Из-за... Откуда? Тем больше психов лезет. Наверное, просто оставим... Оставим это так. Жутко, жутко, очень жутко. Так, ладно. Второй домик. Когда я был ребенком, магазин был гораздо больше, чем сейчас. В те времена хозяином был некий Грант. У него была плохая репутация и не делово разом. Его сын Рамос Шестой пытается спасти семейный бизнес. Но это будет непросто. Я о нем забочусь. Ясненько. Когда я был зеленым, в Меребе, где со всего мира продавали товары, по улицам строились рядами огромные магазины и богатые дома. Все в Меребе и процветали. А магазин Рамоса был самым преуспевающим из них. Правда, это было очень давно, боюсь... Чего? Он больше не возымеет такой популярности, типа? Возможно. Так. Че-то это... Ну ладно. Я белый лицарь Лео. Стойте именем богини, или я от вас ничего не оставлю. Понятно. Я Леон, мастер кулака Гроубол Дракона. Не заставляй бить меня. Ой, бить тебя. Так. Эти ухахатываются, понятно. Привет. Вы слышали рассказ, как мастер Мел, самый первый глава Меребе, и встретил жену? Тогда его звали как... Чёртова Мелла, известного корсара. Он любился в дочку Меребийского адмирала. Она любила его так же сильно. Меребского. Они знали, что это была запретная любовь, но им было всё равно. Мел мог пролезть к ней в дом ночью, когда только свет голубой звезды вёл его. Неплохо, наверное. Скажите, детки, вы знали, что Меребе назвали в честь могущественного мастера Мелла? Мел был единственным... Ой, Мел был одним из четырёх героев, кто принимал участие в битве с судьбой мира когда-либо. Состарившись, Мел отошёл от жизни, приключений и стал правителем Меребея. Прикольно. Так. Я вот не помню, говорил с тобой, нет? Не могу найти. В чём дело, сладкий? Что ты потерял? Нет, это не то. Не могу найти нигде канализацию, хотя я уже искал и везде. А зачем тебе каналка? Подходите, подключайтесь, проверьте в распродажу чудес на складе Рамоса. Мы продаём всё от общественных товаров до самых редких во всём мире. Мы, возможно, выданем вам обещания на некоторые товары, но всё равно заходите. Так, стоп, подожди. Так всё-таки вы что-то продаёте. А у кого покупать-то, если вы продаёте? Никого не вижу, кто бы мог продавать. Ну ладно. Те ребята, которые за прилавками стоят, не продают ничего. Так, с вами двумя я точно разговаривал, вот с тобой не говорил. А, нет, говорил уже. Только что. Так, давайте в паб зайдём. Ух, сколько народу. Жуть. Поторопите и остановитесь в таверне на перекрёстке. Ты первый раз в Меребея? Всё равно местный ты или новый турист, при перекрёстке, почувствуешь себя как дома. У нас собрано множество еды и напитков со всего мира. Вам будет приятно услышать, что у нас есть детское меню. Веселитесь, малыши. Забавно. Ну вот, там я и был. Улаживая кое-какие дела в карнивале. Что торговцы делают обычно? Когда увидел странную вещь, поднимающуюся в воздухе с толпой ненормальных ублюдков. Как только я вернусь в карнивал... В карнивал всё-таки. Планирую и сам прокатиться на этой штуке. Мы не сумасшедшие, и не называй нас словом... Что ты сказал. Ты как раз сумасшедший, если хочешь прокатиться на той штуке, увидев нас на ней. Так всё-таки может быть карнавал? На карнавале он был? Ладно. Я слышал разговор, что бандит с пика Табана... Табена. Так, Табана или Табена. Блокировал дорогу к Вэйну. К Вэну уже. По сути говоря, что они даже крадут детей. Что болтаются там, как всё запутано. Но меня успокоит то, что эти беседичные бандиты уже почти повержены. Мастер Лён вернулся из Пентаголии, и он, конечно, их накажет за преступления. Походу, эти косяки исправлять будем мы. Когда я на работе, я пью... Когда я не работаю, я пью. И я не работал уже несколько лет. Иди сюда и выпей со мной. Я понял, что вы решили бутыль пламенного алого дракона... Бутылью алого... Я понял, что вы решили бутылью пламени алого дракона убить свою печень. Правильно? Ты должен глотнуть Руби. Ты должна глотнуть Руби. Говорят, что каждый этот, кто это выпьет, станет алым драконом. А ты не хочешь стать огромным? Как ты и как мы все. Хе-хе. Ах ты, ё-моё. Весь город говорит про бандитов с Пикотабена. Откуда они пришли? Почему они выбирают именно Пикотабена? Как место своей операции? И что насчёт этого человека в маске, который был с ними в сговоре? В маске? Расскажите мне всё, что о нём вы слышали. Всё, что я слышал, мне рассказывал торговец в лавке недалеко отсюда. Спроси у него. Рамос, что ли? Знаю, что я ещё красивый принцесса, что ездит на алом драконе. И я знаю, что я красивый принц, чья судьба жениться на ней и править вместе с ней страной. Больше я ничего не помню, но мне совестно. Я должен найти мою невесту. Подойди сюда, белый дракон. Поиски начнутся сейчас. Ой, это та самая часть, где белый дракон проявляет себя? Несомненно, что белый дракон так же боится, как и я, но я знаю, что он меня найдёт. А потом я найду принцессу и начну с ней новую жизнь. История о настоящем, мифы и легенда о будущем. Ну что же про истории из прошлого? Основанные они на правде или это сказки? Герои, которые спасли мир богини, чья красота ослепляла дикер драконов. Эта история не больше, чем фантазия. Сны спящих баснописцев. Эта история правдива. Когда я слышу о богине Алфения или великом драконе, я знаю, что они реальные. А всё потому, что чувствую их. Ты тоже? Я восхищаюсь человеком смелой. Смелый? Благодаря вере, которую он только чувствует, но не видит. Теперь посмотри сюда и скажи, что ты при этом чувствуешь? Думаю, что это превосходно. О, снотворная Джессики. Лэнд Хоу. Что это? Это портрет Джессики де Алкирк. Матери Мерибии. Она героиня многих легенд. Я хочу, чтобы ты взял этот дар от одного верующего другому. Не хотите ли послушать одну из моих песен о Джессике? Я написал много за... Много за... Много лет. Из всех героических сказок, что я слышал, её приключения самые захватывающие. Ясненько. Покупатель прилавка говорит, что он певец. Он путешествует по миру и собирает мифы. И легенды. И что слышит в пути. И превращает их в красивые песни. Почему бы не пропросить его спеть одну? У него не очень хороший голос и слова тоже, если честно. Но он играет на лютне. Ну, давай. Город дракона разносится ветром. Волшебные искорки во тьме. Аляск мечей разносится по всей земле. Голубая звезда сияет в небе. Подходи и послушай сказки смелых героев, где украшены легендами. Ясненько. Короче, покидаем это местечко. Здесь толком ничего особого нет. Так. Вот не нравится мне то, что этот домик закрыт. По-моему, с ним будет что-то связанное. Так, здесь у нас что? Продают травы всякие, да? Эй, нельзя ли нам помочь сейчас? О, неужели светзвезд начали продавать? Наконец-то. Великолепно. Две тысячи за одну единичку? Дороговато. Хотя, возможно, это сейчас для меня это дороговато. Чуть позже-то это будет более-менее адекватные деньги, я думаю. Ну, я сейчас готов максимум штучки две-три купить. Две штучки куплю еще, чтобы пятачок был. Спасибо, пока. На-на, пока-пока. Пойдемте дальше. Здесь у нас что? Мирибия процветала со временем, когда ее основал чертов Мел. Но до недавнего времени здесь было опасно. Я боялся даже ходить по улицам. Боялась даже ходить по улицам. Мастер Люна и его ученики сделали Мирибию защищенной. Я люблю его за его творение. Ну, окей. До недавнего времени знаменитым правителем Мирибии был Мел. Один из четырех героев. Но мне кажется, что Люн лучше правитель, чем был Мел. Он сделал Мирибию безопасной. Пока не появился Люн, говорю, этот город шел ко дну. Ну, ладно. Окей. Учтем. Так, ну, вроде как город закончился. Или нет. Че там снизу? Сундук. Трава опять. Сколько я уже? Три травы, по-моему, оставил. Две в ноте, по-моему, было. С обеих сторон. И одна вот она. Доджо Мастера Люна рада всем, даже тем, кто считает, что они классно знают боевое искусство. Если ты и правда хочешь побить Мастера Люна, то лучше удостовериться, хочешь ли этого. Заходите. Вы стоите перед знаменитым Доджо Мастера Люна. А вам повезло, Люн обычно занят, но сейчас он в Додже проверяет новых учеников. Если хотите поговорить с ним, пока он не уехал в Пентагурию, лучше поторопитесь. Так, подожди. Подожди. Так, сейчас мы доползем до, по-моему, хижины Рамоса. Ой, лавки Рамоса. Надо поговорить с Рамосом. Я помню, он там... Так, мы это уже читали. А? Нет, не с Рамосом. А с кем? Так, это мы тоже уже читали. Работал в магазине. Да-да-да-да. Дракон покупал. Конечно, конечно. Ну, закрыться должно. Вот так, так, так. Ага. Не-не-не. Заходите к Рамосу. Лимина пришла вместе с Рамосом. Да-да-да. Нет, это нам не сюда, значит. Ну, окей. Пойдемте тогда в Доджо. Хотя тут еще две лавки рядом, да? А точнее... Ну, ладно. Забьем пока. Пойдемте в Доджо. Заходим в Доджо. Мелодия меняется. Покажи мне свою силу. Ну ты... Ну ты что, струсик? Я забыл даже читать. Заслушался данным переводом. Великолепно. Вы отдали мне свои никчемные жизни. Я натренирую вас. Ой, как жутко. Еще всей толпой навалиться попытались, да? Минус все. Если ты думаешь, что так сможешь победить, то ты ошибаешься. Так только можно умереть. Надо делать это более жестоко. Окей, вот оно. Ох, да, я не ожидал, что у нас гости. Я извиняюсь, что вам пришлось увидеть такое отсутствие таланта. Я послужу каратэ. Вот и все. Ну ладно, хватит болтать. Здесь очень шумно. Пожалуйста, пройдите вот сюда. Что там на фоне творится? Вот я с переводом с этим просто теряюсь. Непонятно, что происходит, блин, по звукам. Так, вижу сундук. Шлем земли. Шлем земли, что ты даешь? Давай, уранфара там место есть. Обладает магией земли. Это лиминец, сто процентов. Вообще без вопросов. Ага, надо еще найти, что там получается. Ветер, да? Щит ветра какой-нибудь. Так, здесь не будем, наверное, ни с кем бухтеть. Пойдемте сразу к Люну. Итак, Джин, ты сказал, что тебе и твоим друзьям нужна моя помощь. Но зачем? Мастер Лен, вы когда-нибудь слышали о боевом искусстве дракона тьмы? Я боюсь, что нет, Джин. Я слышал обо всех боевых искусствах. А ты уверен, что это искусство? Да, Лен, оно реально. Это искусство причинения боли, тьмы и смерти. Это искусство порабощения. Искусство порабощения? Ужасно. Человек, который учит этому... Трус, который прячется за маской. Его имя никто не знает, наверное. Он похищает детей, рушит их еще не окрепшие умы, и учит их искусству убивать. Его жертвы становятся безмозглыми солдатами, которые готовы на все ради мастера. Они готовы убить во имя культа дракона тьмы. Как ужасно, как мерзко. Откуда ты знаешь столько об этом культе? Похитили кого-то из близких? Ну не так, мастер Лен. Они похитили меня. Что? Джин! Этого не может быть. Это не может быть правдой, Джин. Ты же делаешь это всего лишь бы... Ты же делаешь все это, лишь бы мастер Лен помог нам, да? Нет, Руби, это все правда, правда. У меня до сих пор кошмары. И я все еще помню, что произошло в день моего побега. Ну вот сейчас мы еще, наверное, узнаем немножечко об истории, Джин. Ты лжешь. Ты лгал с нам с самого начала. Кулак тьмы это не искусство силы. Это искусство убивать, которое покрыто кровью невинных. Неужели? Ты уже забыла мое учение, Джин? Сила ничего не значит, пока ее не применить. Кулак дракона тьмы это не искусство убивать, это искусство мощной силы. Замолчи, твои слова ложь, а твое сердце черно. Я больше не буду тебя слушать. Почему ты убежала, Джин? Куда бы ты ни убежала, наше учение будет всегда с тобой. Твоя душа теперь жаждет крови, а твое тело жаждет жесткой борьбы. Приди ко мне, Джин, приди ко мне и прими свою судьбу с культом дракона тьмы. Ты злишься, Джин? Ты очень зла на меня, готова драться? Поднимись и примени то, чему я учил тебя. Позволь злости наполнить твою душу. Я не буду драться с тобой, я ни за что этого не... Я ни за что не буду. Ты будешь... Ты больше мной не управляешь. Не правда, Джин, я контролирую твою жизнь, ты в моих руках. Понятно. Меня нашел путешествующий каравану под ножей скалы, почти мертвой. Они меня вернули с того света и приняли как родную. С этого дня я пыталась забыть мое прошлое, пыталась заблокировать все свои воспоминания. Но я знаю, что я не могу так больше жить. Мне надо встретиться с прошлым лицом к лицу. Мне надо найти человека под маской. И я должна убедиться, что другие дети не пострадают от него. Джин... Джин, спасибо, что... В смысле, спасибо, что присмирила культ тьмы. Я не могу просить никого, кто тренирует слабых детишек с помощью такого зла. Ваша история запомнилась по слухам, которые недавно привлекли мое внимание. Банда разбойников ограбила туристов по соседству с мысом Табена. Ваше описание тени дракона поклона... Тени дракона поклона... Что творится в этом переводе? Просто что тут творится? Мало того, что он кривой, так еще и... Ой, жутко. Дракона тьмы... Совпадает с описанием разбойников. Я думаю, что это всего лишь кучка воров, но похоже, что я ошибся. Джин, я прошу о благосклонности. Иди на мыс Табена и ищи связь между разбойниками и тенью... И культром дракона тьмы. Как ты определишь их убежище, я нанес удар ему... По нему. Я нанес удар по нему. Знай это, я восстановлю справедливость так или иначе. Я никогда не думал, что ты сделаешь так много для нас. Я исполню все твои просьбы. Спасибо, господин Лун. Что-то мне нехорошее вспоминается по поводу этого Луна. Не такой он типа и хороший, как кажется. Ну ладно. Так. Наша задача сейчас пойти на мыс Табена, получается. Там, где мы только что были, где дорога была перекрыта. Ну, пойдемте туда. Сюда мы еще вернемся. Но позже. Пока нам здесь делать нечего. Так, мы с Табеном. Или Табана. Э, не важно. Мы должны быть очень осторожны. Пик Табана. Вот здесь Табана, а там Табена. Ну ладно. Пик Табена уже близко. И, по словам мастера Луна, происходит большинство ограблений здесь. Держи ухо вострое, руки наготове. Ранфар, вынь руки из штанов. Только следуй приказу. Ты отвратителен. И веселый. Так, нам, значит, наверх подниматься. Кошка? Это Белый Дракон? Так, я, значит, буду двоюродным дядей обезьянки. Это лучше твой имидж, Руби. Хей, а мне казалось, что ты не из злых. Мне тоже казалось. Хей, вы там, подождите. Вы что, оглохли? Я же прошу подождать меня. Куда этот маленький билет забежал? Он должен быть здесь. Хеллоу, где ты есть? Эй. Чего он не любит? Когда к нему кто-то заходит в гости, типа... Что? И еще раз, если ты меня так хватишь, то я откушу твои пальцы. Такие грозные слова от такой маленькой кошки? Хм. Не может быть. Но так и есть. О, здорово, ты не только Групп, но и ты еще и просто спятил, что ты мямлишь. И перестань так пялиться на меня. Разве ты не знаешь, что это невежливо? Нет, не знаю. Но ничего, я собираюсь терпеть хохот невоспитанной кошки. Послушай, Пиктобены это наша цель, а вы никак не угомонитесь. У меня нет времени спорождать вас туда, но я знаю, что вы и сами доберетесь. Так что вас здесь больше не было, так чтобы вас здесь больше не было, или мне придется принять жесткие меры. Пока. По-моему, ты меня не остановил. Этот мальчишка просто грубый, неотесный болван. Жин, был ли он членом Дракона Тьмы? Хм, я не думаю, я не могу вспомнить его лицо. Его ору не была дьявольской, но она была необычной. Может он... О, конечно, давай расскажи, какой он хороший парень. Ну, тут бы так не думала, если бы он повис у тебя на крыле. Дай посмотрим, куда он идет. Ну, конечно, пойдем. Так, сундук мы там подобрали. Здесь вот статуя Алфены. Текнемся в нее. Ну, и давайте поднимемся, так сказать. Че, опять противники, да? Ну, ладно. Опять качка? Нет, уже на пружине. Те были на катках. Мучитель. Громко. Громкое заявление. Давайте посмотрим, какие они мучители. Больше 100 хп. Где-то около 120. Не думаю, что это будет большой проблемой. Так, по-моему, был огненный. Да, огненная магия была. А, 95 хп. Заряд силы. Ну, хиро выросла атака. 80 с лишним хп, короче. Это не проблема. 144 очка опыта и 216 монет. Ну, урона не наносят сами больно, кстати. Опять. Ну, ладно, куда деваться. С ней надо бороться. И никак иначе. Сон. Ты опять защищаешься от всех атак, да? Угу. Нет, стоп. Мы же можем сделать... Нет, не можем. Ну, тогда атакуем так их. О, ее магия берет. Прекрасно. Не добежал. Ну, ладно. Я думаю, справится Лемина одним ударом. Нет, не справилась. Кому? Опять хиру? Угу. Так, ну, а сейчас все ее автоатаками закидают, я думаю. Ей хватит. Ну, да, все. 164 очка опыта и 262 монеты. Так, что у нас тут дальше ждет? Подождите. Я хотел на сундучке проверить место. Ну, понятно. Короче, не получается у меня пока на сундучке все проверить. Магией быстрее воспользуюсь. Думаю, справлюсь по-быстрому с ними. Нет, походу не справлюсь, потому что эти машинки довольно-таки быстро ездят. Машинки-мучители. Да, и урон такой. Такой себе урончик. Ммм, да. Почему-то я так и думал, что именно так оно и пойдет. Высосал на 21 ману. Неприятно. Затыкайте ее автоатаками. Все, минус. 164 очка опыта и 262 монеты. Приятно. Так, здесь сундучков нигде не положили. Значит, искать там сундук надо. Завод ОКТО. Так, и кто ж ты такой, ОКТО? Никто, я понял. Не особо проблемный парень. Да меня это радует. Главное, чтобы они были непроблемными. Блин, Люсей, откуда у тебя столько защиты? Ну, тебе же дожь предметов особо никаких нету. Ну, ладно, ОК. Много защиты, так много защиты. Световая бомба. Массовая атака. Да, она работающая по области, я понял. Ну, все, победа. 177 очков опыта и 265 монет. До 32 уровня, я уверен, еще далеко. Ранфар, ну-ка. И еще вот так. Здесь сундучков никаких не положили. В начале сундучков тоже не было. О, сундучок вижу. Но надо победить сначала вот этот вот мучитель этого. Да, урон они наносят довольно-таки приличный, но пережить его можно. Например, 2-3 битвы я спокойненько переживаю. Безо всяких проблем. Жалко, у Хира не получилось квитануть. А, ну можно и так, собственно. Одна остается. Один монстр-мучитель. Так, ну убиваем его, конечно же. Все, минус. Также 177 очков опыта и 265 монет. Денюшку, скажем так, я думаю, мы сейчас заработаем себе на восстановление маны. Опять трава. Да вы что, издеваетесь? Давайте хоть здесь соберем ее, чтобы не возвращаться. Там-то по городам придется побегать, а здесь монстрами опять в который раз сражаться. Они здесь каждый раз уже откатываются. Так, минус 1. Минус 2. А вот 3-го не получилось. Ну и естественно она будет ближним убить. Ну конечно. Как иначе-то? А там на полмшот. Убьет, интересно, нет? По идее должна осилить. Да. 144 очков опыта и 216 монет. Так, продвигаемся выше получается. Вы видели этих детей? Наверное, коль дракона тьму уже близко. Мы же говорили, больше сюда не приходить. Теперь мы будем... Теперь мы тебе сделаем больно. О чем это ты говоришь, Малукасос? Мы пришли тебе неблагодарного спасти. Ха, ты не обманешь нас. Охрана заняла... Занять свои места. Вы серьезно? Эй, эй, вы! Что вы делаете, маленькие недоноски? Прекратите кидаться этим немедленно. Вы можете причинить боль. Дети, я собираюсь ошлепать вас. Так что ваши внуки почувствуют это. Охрана, сконцентрируйте свои атаки на этом глуповатом парне. Охрана, в бой! В атаку! Это очень больно. И у меня до сих пор боль оказывается... Отзывается во всех важных конечностях. Эти дети не выглядят как член культа тьмы. Но зачем они атаковали нас? Кто знает, кто знает. Наверное, прозащищаются. Не хотят видеть взрослых у себя в этом. Как это называется-то правильно? В своих местах. Так, легкая крышка. Щит. Это 100% щит. Ух ты ж, е-мое! Вот это она поднимает все абсолютно. Конечно, конечно напяливаем ее. Никак иначе. Так, а здесь ничего не положили? В закрытую? Нет. А там дальше никак не пройдешь? Вдруг там еще что-то лежит. Так, здесь и в этом самом тоже нет ничего. Ладно, поднимаемся. Так, еще одна зона для битвы. Магическая шляпа. Магия на него не работает. Работают зато обычные атаки. Литония на него сработает? Сработает. Я надеюсь, что он ходит медленно довольно-таки. Это же магическая шляпа. Не хотелось бы видеть, сколько урона он наносит. Не убил. Больно, кстати, бьет. Ядом бьет, кстати. Бьет ядом. Сто процентов. Цветовая бомба. Слушай, магическая шляпа, скукути хп. Сто восемьдесят девять очков опыта, 368 монет. Так, там опять сон. Как что она-то называлась-то? Эх, ладно, не вспомню, наверное. Ну и ничего страшного, собственно. Какая-то там Сьюзи была. Сонливая слюзи, Сьюзи или кукла Сьюзи. Не помню. Та-и-и, ладно. Помню, не помню, не важно. Помню, что Сьюзи. Не хватило урона. Чуть-чуть. Да-да, магический барьер. О, теперь накладывает. А, стоп, это же давно уже было. Еще в прошлой серии было видно, что она накладывает не только на себя. Кошка, а ты почему не сработала? Был бы очень к месту. Так, все. Стоять четыре очка опыта, 262 монеты. Приятненько. Приятненько. Что там по уровням, кстати? Когда следующие? Тысячи через три опыта, понятно. Много боев. Надо будет перевоевать, чтобы получить хоть какой-то профит от этого. Так, по-быстрому сейчас их так раскидаем всех. Яд на нее не работает, на эту куклу. Нашелся противник, наносящий урон Люси. Люси, это каким уроном бьешь? Явно не магическим, потому что он наносит урон. Существует два очка опыта и 320 монет. 329 монет. Она же вроде магией бьет, но это не магия. Потому что наносит урон. Магической шляпе. Немножко не понимаю вот этого. Ну ладно, окей. Пусть так, пусть так. Не буду в этом разбираться. У нее, походу, физ урон от магии. Физически убивает. Но это вряд ли. Слишком глупо, как мне кажется. Так, это точно было какое-то непонятное заклинание. Не очень лицеприятное. Ну кто знает, кто знает. Так, минус. Наполн шот. Да, но наносит урон не как магический. Самое интересное, смотрю, у меня у Хира полный хп, остальные все получают по шапке. Причем довольно-таки больно. Так, чистотел получен, там, 368 очков опыта. И сколько-то, ой, 368 монет я точно увидел. Сколько опыта не увидел. Пропустил, так сказать. Ну ровно столько же, сколько и было в первый раз, когда мы встретились с этой шляпой. 168, наверное, где-то около того. Ну, короче, в пределах 170 опыта. Типа не больше. Блин, как поднять Хира количество атак, которые он может нанести? Мало двух, хочу три. И чтобы бил больно. Ну, хотя он и сейчас больно бьет, на самом деле, в отличие уже от того же Ранфара. Притом, при всем, что Ранфар, до этого у него было больше силы, он больше урона наносил. А сейчас Ранфар уже не наносит столько урона. Так, 138 очков опыта и 206 монет. Я надеюсь, нам никакой здесь босс не будет преграждать дорогу. А то не хотелось бы получать по шапке. Так, сундук. Жазл грома, стоп. Жазл грома я напялю. Я жазл воды пропустил. Да, сначала воды проверим. Вот в этой битве. А там уже напяним жазл грома и посмотрим его. Будет честно. Я помню, что какой-то жазл тут наносит урон по зоне противника. Вроде как. Или я ошибаюсь. Могу ошибаться, потому что точно не помню. Но помню, что какой-то есть жазл, который вроде как по территории бьет. Но здесь он как по зоне называется. Возможно, это, кстати, жазл воды. Чё-то какой-то простенький. 107, там. 107 очков опыта и 245, по-моему, денег. Стоп. Ладно, теперь напяним жазл грома. Хильнуться, не хильнуться. Не, пока не буду. Иди сюда. Давай-давай, шляпа. Долго ходишь. Я думаю, здесь даже не успеем воспользоваться толком-толком. А, нет, воспользуюсь. Ранфар не добежит. Ну, давай посмотрим на твой жазл. Ну, такое. Такое. Самое такое забавное вроде как выглядит этот магический жазл воды. Довольно-таки неплохо, мне кажется. Ну, это лично мое мнение, поэтому не важно. 162 очка опыта и 329 монет. Так, ну, я думаю, мы уже добрались, да? До потолка, нет? Да, добрались вроде как к какая-то комнатку. Вот она. Или нет? А, нет, люди. Хей, это же он. Подходи, маленький негодерей, познакомлю ваши пятые точки с ремнем. О, нет. Это бомба, прочь. Я не знаю, кто эти дети, но я думаю, что они нуждают в серьезной порке. Давай, Ранфар, ты переверни их и сними штаны, а я буду бить их крылом. Ха. Так, я так понимаю, это было что-то типа газового баллончика. Что-то получается с такого плана. Воу, а что у вас так много? Кольцо удачи. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Кольцо удачи. Кольцо удачи я знаю уже кому. Повышает удачливость. Будешь ты у нас самым удачливым. У тебя там всякие атаки камнями. Вот давай, например, камни судьбы. Чисто попробовать. Ну, а сколько это будет рабочая тема? Камни судьбы. Давай чет. Чисто нечет. Чисто нечет. Не, не работает. Ну и ладно. Обидно, конечно, ну и ладно. Мало урона. Хотя мне никто и не говорил, что будет много. Это все-таки обычный, типа... Посох магический, так сказать. О каком уроне-то мне могут говорить? Так, стоп. Какие камни судьбы? Больше никакого камня и судьбы мне не надо. Я понял, что тебе это кольцо нафиг не нужно. У тебя все плохо и так. Так, все. Победа. 178 очков опыта и 298 монет. Мы сегодня доберемся до этих ребят. Так. Пружинка, иди сюда. Там остается призрак еще. Ну, сон который. Который не призрак, а сон на самом деле. Но не важно. Ну, мы хотя бы начали осиливать этих ребят с одного удара. Так, все. 144 очков опыта и 216 монет. У них защита, кстати, больше, чем у всех остальных монстров. На других монстров мы по 130, по 150 где-то урона наносили. Духовная цепь. Теперь Ранфар точно будет вышибать одного противника с одного удара. Меня это радует. Давайте, идите сюда. Но вряд ли как это. Сьюзи он это убьет. Например. Вот кого-кого, а Сьюзи он точно с одного удара не прикрутит. Так сказать. Ну, зато можно надеяться на то, что он убьет вот эту штуку. Понимаю. Это было глупо. Это было очень глупо. Люси, а зачем ты используешь этот заряд силы? Ты видишь, противник остался один. Используй свою магию, там, как она называлась-то. Напалмшот или световая бомба, по-моему. 164 очка опыта и 262 монеты. 262 монеты, да. Да, по-моему, световая бомба. Ну, нет, зачем? Я лучше кому-нибудь прибавлю урона побольше. Зачем? Противник остался один. Убей его. Да мы дальше пойдем, не? Это так не работает. Я понял вас. На самом деле, глупо. Воу. Я так понимаю, чем больше противников она задевает, тем больше урона она наносит. Неприятно. Напалмшот. Вот, напалмшот. Но ударить сейчас по шапке, да? Нет. Все правильно ударило. Ну, давайте шапочку по-быстрому разнесем. 80 урона. 160 уже. 240. Ну, короче, чуть больше 3300. 212 очков опыта и 420 монет, скажем так. 419 просто. Так, иди сюда, последний монстр. На данной локации. Как вас много. Жуть. Так, Ранфара, ты добежишь до монстра, нет? Добежал. Ну и давай, Лимина, последний вырубай. Неплохо получилось, отделались за один ход. 177 очков опыта и 265 монет. Так, я очень надеюсь на то, что когда мы придем наверх, там будет статуя Л-Фены. Очень сильно на это надеюсь. Хочу отхилиться, блин, до безумия. Добрались до верху. Я же просил вас уйти отсюда. Теперь вы очень пожалеете, что не послушали меня. Мы никогда не послушаем лидера культа Дракона Тьмы. Мы здесь, чтобы спасти тердетей от вашего влияния. Вы думаете, я, что вы из культа, и вы не только дьявольски злые, но и еще удивительно тупы? Подожди минуту. Тут что-то не сходится. Мастер Лен сказал нам, что ты это лидер. Я встал от вашей лжи. Охрана, быстро! Ах, я боюсь, что это может испортить мои чудесные волосы. А у меня... А меня может немного беспокоить судьба моих незаменимых крыльев. Что ты... Что бы ты не планировал с нами сделать, подумай еще раз. Вам следовало подумать о моем предупреждении еще раз, прежде чем идти за мной. Но мне не надо будет торопиться. Эти дети Дракона будут вас держать, пока я не решу все. Запри их. Во как. Выпусти меня отсюда, сейчас же. Нет никакого смысла держать председателя магии, гильдии магии. Эти дети назвали своего лидера Нол. Я бы сказал Кноп. И я, наверное, не понимаю, здесь какая-то шутка юмора вроде как. И почему он сказал, что мы из культа, когда это он и есть лидер культа, не понимаю. Я тут кое-что заметил. Когда эти маленькие негодяи нас так успешно мунтузили, Жин сказал, что лидер культа скрывается под маской, но без нее, интересно. Очень интересно. Ну, Жин, думаешь, человек под маской сменил имидж? Честно, я даже и не знаю этого человека. Человек в маске он или нет, но, по-моему, это не он. У рабов пульта сломленный дух, и их сердца черны от злости. Но дети, которые нас так технично скрутили, может, самые счастливые. Я не знаю, что здесь все-таки происходит, но... Это не то, что нам сказал мистер Лен. Нет, это не то. Нет, не то. Ладно. Знаешь, вообще-то я не очень быстро соображаю. Но когда эта кучка столов отлупила меня, то я обмочился. Те, кто научил этих детей драться, они не из культа, в случае. Так, Лемина. Эти дети маленькие невеже, но они не просто надоедливые. И они неплохие войны. Споря некоторые из них могут стать главами союза магов, когда вырастут. Если замаскированный глава культа был здесь, то он приказал бы детям убить нас. Но они не использовали ни боевого искусства, ни силы. Это точно, ноу. Я чувствую силу в нем. Но что там происходит, и почему здесь с ним эти дети? Мне нет времени искать, и в этом смысл. Я должна найти богиню Афену. У тебя все как обычно. Все, что мне надо знать, это... Что же они собираются сделать с нами? Все, что я хочу знать, так это надо ли мне или нет убивать? Себя? Мне бы не хотелось умирать от святи лет. Не думаю, Роби, что они хотят нам причинить зло. Это дети не члены культа. Дети из культа всегда очень злые и углевые. И никогда не улыбаются. Но эти дети такие живые. Даже когда они нас атаковали, они все равно улыбались. Это значит, что мастер Лем нам лгал, да? Я не знаю, лгал он или нет, Лемина. Может, ему просто дали неточную информацию? Мы можем строить всякие теории всю ночь. А нам надо... Надо бы как-нибудь попасть и... Надо как-нибудь просто поспать и утром мы все сами увидим. Ранфар, как всегда, немного бестактен, но он прав. Нам всем надо отдохнуть. Спокойной ночи всем. Пусть всем приснится рыба. Вообще-то я подумываю сохраниться. Угу, нас будет. Так, давайте, просыпайтесь, если я вылью ведро холодной воды на вас. Так, все ваши друзья уже успели проснуться. Так, а теперь надо вставать и идти помогать. Так, ну, давайте сохранимся. Мы отдохнули, нам все-таки не надо будет сохраняться. Ну, а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока.